День смеха, праздник родом из детства. Смешнее всех надо мной подшучивала мама, отправляя в аптеку за несуществующими лекарствами. Я до сих пор вспоминаю удивленные лица фармацевтов. Как реворожане встречают 1 апреля, сейчас узнаем. Подшучивала, сказала своему парню, кто что беременна. Был, конечно, шок для него. Я помню как-то раз, когда мы собирались ехать на концерт, это мне рассказывал мой друг, концерт был в Днепропетровске. Они уже купили билеты, должны были туда ехать, уже сели в электричку, начали ехать. Потом он позвонил и сказал им, что концерта нет. Он их разыграл, мягко говоря. Мой дом находится, наш дом находится возле морга. И когда ты идешь вечером и просто пугаешься какого-то шороха, ну как-то вот такая атмосфера. И он сзади подходит и тебя несколько раз пытается спугнуть с криками. И ты верщишь на весь микрорайон до того, что ты знаешь, что ты находишься возле морга. В нашем городе, помимо студии 95-й квартал, есть еще множество талантливых коллективов. Один из них – дуэт Немачи. Они покорили столицу в шоу «Рассмеши комика» и «Бойцовский клуб». Так, представьте встречу украинских и американских гангстер-рэперов. Уже много лет Женя Кобзар и Саныч выступают с миниатюрами и стендапами по всей Украине. За их плечами ни одна победа, ни одна тысяча улыбок. Комики говорят, рассмешить кривой рок не так просто. По-одиночке серьезные ребята, но как только собираются вместе, начинается шоу. Мы репетировали одну миниатюру и в самый ответственный момент… Ту, которой мы 20 тысяч, собственно, и взяли. В самый ответственный момент я начал говорить не те слова. Немножко перепутал мои, начал говорить я его. И уже во время съемки мы ничего не могли поменять. Мы не могли сказать «Так, стоп, стоп, Женя, куда?» Поэтому… Ну а можно переснять этот момент? Вот не знаю. Мне кажется, если мы уже говорим о работе, о юморе, то, наверное, у нас и у людей, которые занимаются тем же, чем мы, наркотик – это в первую очередь реакция зала. Всем из детства любим клоунов, их неуклюжие повадки. Но мало кто знает, что клоуны бывают разные. Есть белый и рыжий. Первый грустный и философский, а второй – весельчак с ярким образом и сопутствующими неудачами, выходя из которых персонаж и смешит людей. Андрей работает в театре и нередко выступает постановщиком. Он – клоун с большим стажем. Правда, работает только со взрослыми. Перевоплощение в образ занимает массу времени. Актер показал нам клоунские костюмы, которых у него несколько, и таинственный желтый чемодан. Не для поездок на Казантип, конечно. В нем артист хранит атрибуты для номеров. Здесь и микрофоны, и парики, и ботинки, без которых не проходит ни одно выступление. Но образ теряет популярность. Рассмешить зрителя, по словам актера, может только пошлость. Клоун, он всегда, если правильно все делать, сам по себе смешной, потому что его постоянно преследуют, скажем так, какие-то неудачи. То есть, и это для него нормально. А мы, люди, просто как со стороны смотрим, мы с этого смеемся. Ну, смеемся зачастую сами с себя, потому что у нас у всех в жизни такое бывает. Ну, там, моменты, какие-то смешные ситуации. То, из чего актер, клоун это все составит, вот насколько это будет смешно, вот это и весь юмор, скажем так. Без чувства юмора в наше время не прожить. Шутить могут практически все, но далеко не все способны посмеяться над собой. С Днем Смеха вас поздравляет Инна Даньшина, Евгений Жулай и весь Первый городской.